Целый год мне школа снилась, и не мог дождаться я, как сложу я в родственной книге и увижу вас, друзья. 1 сентября во всех школах Ленинского района прозвенел первый звонок. Поздравить учащихся в Видновской гимназии с началом нового учебного года в этот день пришли почетные гости. Заместитель председателя правительства Московской области Петр Иванов зачитал приветственный адрес от губернатора Андрея Воробьева. И поздравил школьников с Днем Знаний. Школа – это не только знания. Школа – это еще и школа жизни. Ваши друзья, которые пройдут с вами через всю жизнь. И мы гордимся нашей страной, а страна гордится вами, будущим поколениям, в чьи руки мы вручаем нашу судьбу. С самыми искренними поздравлениями и пожеланиями к первоклассникам и будущим выпускникам гимназии обратился глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. Сегодня для вас, дорогие первоклассники, очень необычный и особенный день. Вы впервые переступите порог родной школы, гимназии. Учитесь хорошо и прилежно, с желанием. Вы пойдете по непростой дороге знаний. Но поверьте, эти знания вам очень и очень пригодятся в этой нелегкой жизни. Вы встретите своих достойнейших, лучших друзей, с которыми, я уверен, вы пойдете далее по жизни. Дорогие выпускники, сегодня для вас прозвучит последний раз первый звонок. Это очень трогательное мероприятие для каждого, кто когда-либо заканчивал школу. Мне хотелось бы пожелать вам не только успешно сдать в этом году выпускные экзамены, но и, конечно же, определиться со своей будущей профессией. И я уверен, что она обязательно найдет свое применение на родной ленинской земле. Первыми помощниками, наставниками, друзьями для ребят станут, конечно же, учителя, которые будут не только обучать новым учебным предметам, но и передадут свой бесценный жизненный опыт. Именно учитель своей мудростью, душевной щедростью и талантом дает путевку в жизнь, научит преодолевать трудности на пути и строить успешное будущее, верить в собственные силы. Коллектив Литвовской гимназии считает, что в школе должно быть ребенку комфортно. Комфортность складывается из двух условий. Самое главное, ребенок должен быть успешен. И я сразу хочу сказать, 60% наших учащихся – это ребята, которые учатся на 4-5. У нас каждый второй ребенок участвует во всех различных конкурсах, экстрементах, инновационной деятельности, проектах. Они молодцы, потому что, когда мы вручаем грамоты, почти каждый получает грамоту за что-то. Это творческий коллектив. У нас 5 стубальников в этом году. У нас очень высокие показатели на ЕГЭ. Вообще, мы с вами все молодцы. Впереди месяцы серьезной учебы и общения с друзьями, время побед и забот. Ребята овладевают новыми знаниями, научатся ставить перед собой цели и работать над их достижением. Реализуют свои способности и таланты на благо родной школы и Ленинского района. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.